Что, пытаемся связаться по интернету? София Михайловна Григорьева покорила Токмак в свои 80 лет. Здравствуйте. Доброе утро! София Михайловна, проверяем звук. Вы прямо и с интернетом на «ты» я смотрю, как-то вот вы... Я? Да. Ну, смогли с нами связаться, нормальная связь, всё хорошо. Какой-то перебой. А, ну, это проблемы связи. Про Токмак. Вы в 80 лет зашли на Токмак, да? Да. Что вас подвигло? Да. Да. Может, вы столбистка... Подвигла семья. Это задержка по звуку, поэтому мы так слышим с таким. Ну. Расскажите, пожалуйста, как это было, для чего, зачем, вот всю историю. Зачем? Сижу, никого не трогаю, примус. Включение. Я его вдруг. Мне дочка говорит, поехали на Токмак. В честь дня рождения поехали на Канадку. Поднимаемся. Вдруг на меня набегают. Внучка, который живёт в Москве. Внук. Который живёт в Казани. И тут мне вручают вот этот самый сертификат на восхождение. Всё было совершенно, совершенно неожиданно. Вот это сюрприз сюрпризов. Я, конечно, занималась альпинизмом, но это были студенческие годы. С тех пор я была в Красноярске в качестве столбистки очень-очень редкой, потому что профессия такая, что мы постоянно были вне Красноярска, где-то в других краях Сибири, Дальнего Востока. А когда случается теперь, бывать на столбах, ну, когда гости какие-то приезжают, я их туда вожил. И вот сейчас вот это вот событие, событие событий, ничего, я выдержала, я поднялась. И было здорово смотреть на Красноярск с высоты Токмака, того Токмака, который снизу из Красноярска виден всегда. После этого я еще в сентябрь подарил мне Ергак. Это было еще лучше, перевал художников. В общем, жизнь продолжается. Насколько тяжело вам далась эта дистанция? Которая на перевал художников в Ергаках? Ну, например, да можно и при нее тоже, да. Там же тоже идти? Да. Нормально. Токмак было легко, кроме одного места, на котором меня все-таки подтянули на веревке. Какой-то метр. Что тоже? В Ергаках были многочисленные метры. И было... Ну, в общем, из 50 человек нашей группы зашли на перевал художников 16. И вы в их числе? Это было здорово. Это было нелегко. Но я... Тут, знаете, вот зрители, мне кажется, наши, у вас бы спросили, вот, позвольте себе озвучить этот вопрос, как вам это удается? Вас плохо слышно. Я хочу спросить, в чем ваш секрет? Как вам удается в такой хорошей форме оставаться? Вас не слышим. Ай, самый главный вопрос. Валера, давайте скажи громко. А, так, а... Связи нет. А, есть, есть. Сейчас, Валера. Как вам удается оставаться в такой хорошей физической форме? Нет, ну, к сожалению. Я не знаю. О! Родители, наверное, подарили. О! То есть это гены, это гены? К сожалению, что? Не слышно. То есть это, скорее всего, с рождения у вас гены от родителей такие? Да, это гены. Ну, не знаю. Вот фотографии мы ваши смотрим. Думаю, да. Деревенская жизнь. А, вот. Деревенская жизнь. Ну, да. У меня отец тоже из деревни. Он крепкий очень. Слушайте, ну, вы еще выглядите просто прекрасно. И вот всем бы так, мне кажется, выражу общее мнение. Софья Михайловна Григорьева. Покорила не только наши сердца в свои 80 лет, но и такмак. Спасибо большое. Если не слышите нас, то все хорошо. Спасибо. Отправляем вам лучики добра, тепла и любви от нас. Спасибо большое. Здоровья вам. Здоровья вам, конечно. Вот как бы так же, да, вот думают сейчас молодежь? Родители мои думают. Так же. Я не могу своих родителей приучить. Отец-то у меня ходок еще тот. Постоянно. Мама, вот она домоседка, домоседка. Вальтина Николаевна, вот я тебе говорю, давай съездим куда-нибудь в парк какой-нибудь. У нас же столько мест по городу. Погуляем, подышим все же воздухом. Что мне мама отвечает? Она, скорее всего, отвечает. Валер, ну а вот хозяйство на кого? Да, она говорит. Ой, мне нужно подготовиться. Это же мне надо просчитать. Я говорю, давай подышим, походим, это же движение. Не знаю, я встану на защиту таких людей, я скажу, что, возможно, они в этом счастливы.